Первая их встреча случилась в 87-м. Героиня Вера печатает на машинке, слушает Аллу Пугачёву. В дверь раздаётся звонок. На пороге стоит молодой парень-неформал. Они ещё не знают, что эта случайная встреча окажется судьбоносной. Текст пьесы «Свой путь» актёры читают с листа, но даже без привычных театральных приёмов эффект покружения создаётся с первых минут. Вера тоже ничуть не изменилась внешне, но теперь вместо халата на ней длинная разноцветная юбка, в её волос поплецены цветные косички, а руки по лопоти увешаны фенечками и браслетами. Звони звонок! Судьбоносная встреча длиной в жизнь происходит под музыку, разную, но отражающую дух времени. На смену «Миллиона алых роз» приходят Джим Моррисон, Виктор Цой, следом хиты поп-сцены 90-х и культовые композиции современных исполнителей. Кавер-версии песен для спектакля сделали и исполнили молодые музыканты из группы «Эшер». Это честь для нас вообще. Мы как дворовая команда вообще, по сути, и поработать с театром. Да ещё и пьеса такая вообще совершенно просто невероятная. В рамках проекта «Везде театр» актёры работают в современной драматургии. Оттого и взгляд на постановки свежий и избавленный от классических канонов. Для многих зрителей становится открытием, что театральное искусство может существовать и на фоне звуковой аппаратуры, проводов и гитарных усилителей. Эффект от очередного театрального эксперимента саровских актёров очевиден. Зрители аплодируют стоя. Очень понравилось музыкальный спектакль. И как артисты играли, которые именно говорили. Тоже, знаете, прямо вживаешься и рисуешь себе это, представляешь себе, как картинку кино посмотрели. Ребята молодцы, музыканты, актёры. Ну, это прям какой-то глоток свежего воздуха вот в таком театральном творчестве. Ну, для меня как для не специалиста в театре, но как для рядового обывателя это очень интересно, очень эмоционально. Ну, прям отличное впечатление самое. Полное погружение происходит, и я так вот в этом как-то напитываюсь, и так я это проживаю ещё с одной стороны. И как бы понимаю, что люди на такие темы, может быть, и по-разному реагируют, не так, как я. Потому что сегодня зал смеялся, мне хотелось плакать, честно говоря. Ну, как-то так. В общем, попадание полное. Следующий эскиз спектакля по современной драматургии в рамках проекта «Везде театр» покажут уже в марте. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.